Дорогие зрители, не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Просто новости, каждый день. Николай Караченцев, легенда театра и кино. Лауреат госпремии РФ, народный артист РСФСР, известный зрителям по фильмам «Собака на сене», «Анона и Авось», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения электроника». Вот уже почти-ка год нет с нами известного актера Николая Караченцева, который скончался 26 октября прошлого года. И вот уже почти целый год его вдова Людмила Поргина учится жить без любимого мужа. Людмила Поргина – советская и российская актриса театра и кино, снимавшаяся в таких фильмах, как «Юнуна и Авось», «Соломея», «В круге первом». Жена знаменитого киногения продолжает вести светскую жизнь и часто появляется на разных мероприятиях, а также нередко становится гостьей различных программ на телевидении. Так недавно Поргина побывала в эфире программы «Звезды сошлись» и рассказала о своих неудачных отношениях, которые у нее были до встречи с Николаем Караченцевым. В частности, Людмила Поргина поведала об отношениях с первым мужем Михаилом Поляком. Актриса назвала его генетическим алкоголиком. Избранник постоянно избивал ее и унижал. Когда Михаил был пьян и он не контролировал свое поведение. Он старался всегда побольнее уколоть Людмилу, чтобы та почувствовала себя отвратительно. Также Поляк бросал в Поргину ножи и вилки. Чтобы хоть как-то защитить себя от агрессивного мужа, Людмиле даже приходилось защищаться стулом. Такое поведение актриса терпела целых два года, после чего рассталась с Михаилом. Людмила Поргина заявила, что в молодости поспешила выйти замуж. Она была наивна и неопытна, поэтому связала свою жизнь с Поляком. Об этом она не раз жалела. Напомним, с легендарным актером Николаем Караченцевым Поргина познакомилась в своем театре. Впоследствии стала его женой. За Николая актриса вышла замуж в 1975 году. Через три года родила от него единственного ребенка сына Андрея. Интересно, что их сын даже не задумывался о продолжении династии. Молодой человек окончил юридический факультет МГИМО. Сегодня работает адвокатом. Андрей подарил Караченцеву и Поргиной замечательных внуков. У мужчины уже трое детей. Семья Людмилы и Николая считалась образцовой. Но в 2005 году случилась трагедия. Актриса находилась у кровати умирающей матери, когда Поргиной сообщили об ужасном ДТП, в которое попал ее муж. Караченцев получил сложнейшую черепно-мозговую травму и стал инвалидом. Он пролежал в коме 26 дней и так и не смог окончательно реабилитироваться после этого. Женщине пришлось прекратить актерскую деятельность, чтобы полностью посвятить себя заботам о супруге. Семья постоянно ездила на лечение и восстановительные процедуры в разные страны мира. Не хочет забывать Людмила Поргина и о наследии Николая Петровича. Актриса презентовала выпуск книги супруга Авось, которую актер начал писать еще до аварии. Последнюю главу пришлось завершить самой Людмиле Андреевне. Также Поргина совместно с продюсером Максимом Федоровым выпустила 12 компакт-дисков под общим названием «Анатология песен Николая Караченцева». «Анатология песен Николая Караченцева»